Очень-очень миленько. То, что я вообще давно хотела. Слушайте, какой супер. Просто к чему бы это? Цэкспэкс прям, да? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет распаковочка посылочек с сайта Джум. Ой, давно я уже не делала такую распаковочку. Набрала очень много всего и еще будут видео. Сейчас я набрала именно женские штучки. Хочу рассказать. Как видите, на фоне есть у нас кое-что из вещей. Футболочки, брючки, юпочка, сумочка. Это я расскажу попозже. Мы перейдем к этому. Сейчас я вам покажу мелкие такие магнетики, которые я приобрела. Например, носочки. Нереально крутые носочки. Смотрите, чем они мне понравились. Во-первых, здесь целая упаковочка этих носочков. Они разных цветов. Такие полосатенькие. Мелкая полосочка, звездочки, потом просто полосочки и горошек. Они очень прикольно смотрятся тем, что здесь на пяточке вот такое сердечко. Если вы одеваете какую-то низкую обувь или просто даже ходите, у вас сзади на пяточке вот такое вот милое сердечко. И так на всех. Везде красненькие, да? А только на одном вот такое синенькое сердечко. Низенькие такие носочки. Хорошие. Мне нравятся. Давайте вот оденем, например, какие-нибудь со звездочками. Я вам сейчас покажу, как это смотрится. Как это миленько-миленько смотрится. Нет, так не смотрится. Сейчас я второе одену и покажу. Мне кажется, очень-очень миленько. Сердечки такие. Так, с носочками все отлично. Я даже с такими люблю гонять по дому. Дальше что я взяла... Ой, я вам доски махи на заднем фоне. Так, еще я взяла вот такие прикольные штучки, прикольные шапочки. Потому что я люблю иногда делать какие-то масочки на голову. Например, наносить масло кокосовое на волосы. Воздействие идет еще лучше, если это все под шапочкой. Так как я снимаю видео, я всегда хотела взять какие-то шапочки. На самом деле, подглядела это у Тани. Тани из Италии. Она вот такие шапочки купила. Разноцветные думы. Глянь, какие они красивые, миленькие есть. Я тоже такие хочу. Вот я взяла розовеньких здесь в комплекте. Это я взяла один комплект. А там вот две розовенькие, две желтенькие и две голубенькие. И они в горошек такие. В общем, раз, что-нибудь сделали, одели. И классно. Мягкий, кстати, такой полиэтилен. Если такой полиэтилен, очень скрипучий. А этот меньше. Мягкий, короче. В общем, мне нравятся. Вот такие вот шапочки взяла. Так, еще. Я наконец-таки себе приобрела шагомер. Вообще, у меня в телефоне есть шагомер. Но телефон не всегда со мной. Бывает, я могу из него выйти. Из него выйти. Из телефона, да? Бывает, я могу без него выйти. По дому сколько, извините, я наматываю кругов, туда-сюда сходи, то то помой. А вот эти вот часики, они аккуратненько вот так вот на ручке сидят, не мешают тебе. И показывают тебе, сколько шагов ты прошел, сколько километров. Они еще какую-то мощность показывают, сердце, ритм. Короче, они такие универсальные. Я взяла вот такие черненькие, они идут с браслетом. И еще в дополнение отдельно я взяла вот такой вот браслет белый. Это на случай, если я буду одевать что-то светленькое, да, у меня будет такой браслетик. И это легко все просто переставить из одного. Вот, вытаскивается из одного в другой. Есть там разные, кстати, на джум. У них есть, я выбирала долго, но решила взять пока классический вот такой. Там у них есть еще квадратные, есть какие-то там прямоугольные, в общем, разных форм. И есть много разных, также на замену отдельно, таких браслетиков. Единственное, что я сейчас здесь еще не могу разобраться, как выставить время точно. То есть здесь все работает, обнуляется, да, каждый день как бы по нулям, да. Но единственное, что время немножко не то здесь, я еще не разобралась, как его поменять. Но я думаю, что я разберусь, потому что в интернете много обзоров на такие часики. В комплекте идет вот с такой зарядкой шнур USB. Заряжается. Ну вот, значит, смотрите, здесь зарядка пока идет, заряжается. Вот у нас шаги. Удерживаем. И вот здесь ноль шагов. Сколько, сколько километров, сколько килокалорий сожгли. Батарея. Дальше. Б, П, М, 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 Х, Г. Это я не все знаю, что Motion. Два раза называем. Скип, скакалочка. В общем, много тут разных функций. Я еще не совсем разобралась, даже музыка есть. Такие дела. Следующее, это я хотела взять батарейки многоразовые. Потому что очень много всяких разных гаджетов с батарейками. И с маленькими, и с большими. И просто я уже пачками покупаю, но мне надоело. И проще зарядить. И на Joom точно так же есть. Я взяла вот такую зарядку. Отдельно зарядку взяла. Отдельно взяла большие аккумуляторы. Отдельно маленькие. Здесь идет у нас вот такая вот зарядка. Она заряжает и большие, и маленькие. Сразу универсальная. Вот такой вот идет шнур USB. Это не в комплекте. Это отдельно я все заказывала. То есть вот такие ААА на 1350 я взяла. Становятся сюда, да, если что, зарядить. Так, плюс-минус. Минус-плюс. О, вот так вот становятся. Четыре штучки, да. И точно так же. И я еще взяла, чтобы они были вот в таких коробочках. Я ссылки оставлю на это все дело. Под видео на каждый продукт я ссылки оставлю. Вот. Отлично становится. И так же четыре штуки сразу заряжаются. Здесь еще индикаторы. Я так понимаю. Будет видно, насколько все заряжено. На 25%, на 50%, на 75% и на 100%. Вообще классно. Так, одновременно все нельзя заряжать. Либо маленькие выбрать надо, либо большие. Но меня устраивает. Я рада. И что потом хранить их можно вот в таких вот коробочках. Аккуратно. Нигде они валяться не будут. Вот. Это то, что я вообще давно хотела. И прям вот взяла себе на джон. Так, следующее, что я еще хочу попробовать. Это я взяла молоку. Но я не знаю, нужно ему сейчас это или нет. Это на стакан одеваешь вот такую вот паильничек. Ну я не знаю, он уже со стакана у меня нормально пьет. Но я ему решила попробовать заказать, знаете, именно момент, когда он пьет в постели. Или вот перед сном. Я стакан здесь не ставлю возле кровати. Потому что он возьмет и все разольет. И у нас специальный паильничек есть. В общем, я увидела такой и решила попробовать. Его на стаканчик одеваешь, что-нибудь туда наливаешь и водичку там или сок и даешь ему. Так что попробуем сейчас. Помою, налью и дам ему попозже. Ставлю сюда. День, попей водички. Вот мама тебе штуку придумала. Не прольется? Течет вода? В отсталивай. Нравится? Да. Ну, я попробовала. Там очень медленно водичка льется. И нужно... Не капает? Ничего не капает. И нужно это... Чтобы без ручки желательно, чтобы было. Такой стаканчик без ручки. Ну, вроде нравится. Ну, так вот. Так, еще что я заказала. Я заказала еще три помады. Сейчас мы их будем с вами тестить. Они матовые все, классные. Но перед этим я хочу показать вам, что я наконец-таки нашла. Увидела это на джун. Это такой... Знаете, как? Может быть, вы видели у меня в ванне стоит защита. Да, вот эта ванна, экран стоит, да? И под ним у меня, к сожалению, есть вот такое пространство. Если малой брызгается в ванне, то туда заливается вода. Я вам говорила, подскажите, девочки, что можно сделать, да? Бывает у кого-то раковина, да? Стоит неплотно. Не засиликоненная там к стене. Может вода выливаться куда-то, да? Или бывает в ванна. Ну, в общем, разные у всех ситуации. Я нашла такой вот скотч, который специально клеится вот так вот, да? Чтобы не заливалось за ванну или за раковину или еще куда-нибудь. Прозрачный вот такой вот скотч плотный. Я вообще планирую что-нибудь сделать с этой ситуацией, которая у меня там. Вот. Но пока я решила попробовать вот такой. Достаточно тоненький, но плотненький. Прозрачный. Липкий слой. Такой силиконовый немного. Мягкий. Мне кажется, если его вот так наклеить, видно особо не будет, да? Мы с вами наклеим сегодня. И я хоть не буду переживать, что у меня под ванну заливается вода. Вот. Ну, на время пока пусть будет так. А дальше я придумаю, что. В общем, вот такое нашла прозрачное. Есть такие белые. У меня где-то лежит белый, и он даже потолще. Но мне прям хотелось взять вот именно прозрачный. Вот. Как видите, у меня вот такая вот щелочка в ванне образовывается. Сейчас я ее попробую заклеить. Что будет, как выглядеть. Так. Ну, смотрите. Я просто приложила сейчас. По-моему, очень даже ничего. Смотрится. Все, что вообще не видно. Ровненько. Она прилепилась и к полу, и к этой штуке. Все. Просто надо мне сделать от начала и до конца. И вот, как видите, вот здесь ничего не видно. В общем, вот полностью заклеила. Все. В каких-то местах поблескивает. Но в целом особо не видно. Пусть на время будет так. Она, кстати, отлепляется очень легко еще. Вообще, я планирую здесь сделать тоже место для хранения. И куплю такой экран, который двигается. И он тогда приделывается прям плотненько к полу и плотненько к ванне. И будут двигаться еще у меня. Но это попозже. Пока пусть так будет. Так. Теперь давайте приступим к нашим помадам. Яна заказала. Я всегда, когда вижу какие-то помадки, мне очень хочется их взять. Значит, первая помада у нас Miss Rose. Кстати, вот эта тоже Miss Rose. Да. Вот эта длинненькая тоже Miss Rose. Запечатанная полностью. Мы сейчас ее будем распечатывать. Она запечатанная. Так. Это матовая помада. Смотрите, какого шикарнейшего цвета. Просто. Я люблю такие цвета. Одна помада пахнет бомбически, другая пахнет так себе. Вау! Вот эта, которая бомбически, да. Я не знаю, чем она пахнет. Виноградиком, яблочком. Чем-то свежим и вкусным. Очень красивый цвет. А вторая у нас вот такая. Langmany. Здесь у нее красивый цвет, но запах такой, никакой какой-то. Ну, как бы, никакой, да. Запах никакой. Тоже такой цвет. Немного с розовиночкой, да. Они отличаются. Вот здесь больше бежевенького цвета, здесь более розовенький. Смотрите. Вот. Красивые очень помады. Это мои цвета. Я такие цвета очень сильно люблю. И теперь давайте откроем. Еще сейчас я все их открою, потом затестим. Смотрите, она у нас двусторонняя. С одной стороны, вот, аккуратно она, да. С одной стороны вытаскивается вот так вот помадка. Красивый тоже цвет. Блин, как я люблю, когда помады классно пахнут, девочки. А с другой стороны карандаш. Офигеть. Вот. Карандашик под эту помаду. Слушайте, какой супер. Я зайду и еще куплю. Мне вот нравится. Во-первых, оно выдвигается, а не надо точить, да. И, во-вторых, красивые цвета. Прям карандаш с этим. Надо маме такой. Мама вот любит меня такой. Сейчас я вам покажу, как смотрятся цвета этих помад. И мы перейдем к одежде. Так, ну, из всех этих помад я вам скажу, что мне очень понравились вот эта вот фирма Miss Rose. Они реально очень плотненько ложатся. Очень вкусно пахнут. Ну, то есть, видно, что качественные, да. А вот эта немножечко, мне кажется, чуть-чуть попроще. И ложится она более тонко как-то на губах. В общем, это мне, ну, так, не очень понравилось. Вот эти две вообще зачетные, классные. Ну, Miss Rose, это, по-моему, даже давно уже знаменитая какая-то старая фирма, зарекомендованная. Ну, в общем, и запах, и текстуры, и цвета офигенные просто обе. Теперь пойдемте смотреть вещи. Так, ну и что, поехали по порядочку. Теперь первое, что я вам покажу, это вот такую юпочку. Юпочка мне понравилась. Размер я взяла S. Я сначала думала, что она просто резинка, да, но не просто резинка. Она здесь у нас идет без выточек, да, но здесь сзади змейка. Сзади разрезик есть еще. Длина по колено. Чуть-чуть, может быть, ниже. Ну, безумно мне понравилась ее расцветка. Расцветка такая, как будто ребенок рисовал просто карандашами, фломастерами. Что-то докрасил, где-то не докрасил. Микки Маусы, инопланетяне, какие-то буквы. Но мне понравилось. Я ее сразу представила под кроссовочки, под какую-то футболочку. Это, конечно, 100% синтетика. Плестер, я думаю, да, но мне понравилось. Потаскать что-нибудь прикольное, какой-нибудь образ сделать. Мне кажется, очень даже. Посмотрите, зацените, как смотрится. Следующее, что бы я вам хотела показать, это футболочка. Значит, одна футболочка вот такая вот. В общем, две футболки, на самом деле, у них у обеих очень классная ткань. Мягенькая, прям просто к телу, best the best. Я не знаю, честно говоря, что это за материал. Но мне кажется, что вот какой-то хлопок или вискоза, что-то очень похожее. Но абсолютно дискомфорта никакого нет. Давайте мы вот почитаем. Я здесь напишу, если что, точно. Я не помню уже, что за ткань. Здесь мне понравилось тем, что эта футболочка такая, знаете, минимализм. Тут сердечко. С другой стороны, кстати, у нас ткань, которую можно оторвать. Здесь, значит, такое милое сердечко маленькое мне понравилось. А здесь надпись и написано томато. Ну, просто к чему бы это? Не к чему бы. Если бы здесь помидорка была, может, было бы как-то логично. Но томато, ну, не суть важна. Томато, пусть томато будет. Ну, в общем, мне понравилось. Она очень такая минималистичная. Классно заправляется. Хорошие длины. Горлышко. И главное, она такая мягенькая, прям разлетайка. Прям пух. Не знаю, ну, очень мягкая. Классная ткань. Это тоже футболочка очень хорошая. Но я ее больше взяла не для того, чтобы носить. Как видите, она такая секс-пэкс прям, да? Больше какая-то розыгрыш. Конечно, так ходить, привлекать очень сильно внимание. Подумать, что кто-то сорвал с меня кусок одежды. Эту футболочку я взяла, честно сказать, вам специально для заставочки. Чтобы привлечь ваше внимание. И я очень люблю такие майки какие-то эксцентричные. Я не знаю, по дому может только гонять. Вот любимый, когда будет, по дому буду гонять. Так, конечно, на улице я в такой не выйду. Но ткань меня приятно удивила. Она очень мягкая и классная. В общем, мне нравится. И реально, когда ее одеваешь, ощущение, что с тебя сняли кусок ткани. Ну, и вот такие вот бомбические брючки. Очень же мне они понравились. Они такие, ну, цвет хаки, беж такой, да? Хаки, он же разный есть немножко. Но вот что-то тоже напоминает, да? Такой хакобеж. Завышенная талия. Сюда можно ремень прямо одеть такой, да? Под них можно ботинки. Они чуть-чуть завышенные. Здесь у нас внизу резинка. Резинка хорошая, не сильно давит. Я брала размер S. Карманы глубокие, хорошие, да? И ткань. Вы знаете, ткань такая, мне кажется, это прям какая-то костюмка такая. Гладится, кстати, очень хорошо. Это важный момент. Опять, я не пойму, что за ткань. Я на этом сильно не акцентрирую внимание, знаете? Полиэстер, да, 100% полиэстер, но мне понравилось, как оно сидит, как по ощущениям, да? И главное, что этот крой очень классный сейчас, брюк, да? Опять же говорю, немного такие военные, как бы вот под ботинки замечательно, под кожанку, мне кажется, круто. Ну и цвет универсал. Посмотрите, как сидит на мне. И последнее, что хотела показать, это вот такая вот сумочка. Я у своего стилиста Анастасии, да, увидела, что она, я никогда такие раньше не покупала, но она заказывала на каких-то сайтах, да, чуть-чуть подороже, конечно, сумочки. Маленькие, то есть как они называются сейчас, я не знаю, то есть они одеваются прямо вот сюда, да? Еще надо покороче даже ремешочек сделать, то есть они вот так одеваются и носятся. И мне очень нравится, как это смотрится, очень даже так, знаете, повседневно, как-то спортивно даже, да? И при этом сумочка такого цвета, такого размера и вот с таким коротким ремешком. Я сейчас этот ремешок сделала максимально коротким, здесь, конечно, длина еще осталась от него, но я чуть завернула, но можно отрезать и даже сделать еще, пробить дырочки, да, сделать короче. Здесь все очень просто, вот даже в манго такие примерно продаются, да, но они дороже. Почему я взяла с джум, такую заказала сумочку, да? Просто, может быть, несколько раз ее поносить, чтобы понять, нравится мне именно вот этот дизайн, этот размер, да, и буду ли я носить. Если нравится, то я потом уже куплю другую сумку себе. Ну вот я считаю, что можно какие-то такие пробы делать на таких недорогих сумочках, чтобы потом не валялось. В общем, такая сумочка. Посмотрите, мне кажется, очень клевая. Это, естественно, кожзам, немножко такой, знаете, ну, не подлакированный, но и не матовый, ну, короче, обычная кожа, да? И вот, можно подлиннее сделать. В общем, вот такая. Сейчас это тоже такие трендовые сумочки, мне кажется. Когда увидела, сразу об этом подумала и решила взять. В общем, тоже очень классно смотрится. Внутри нет никаких дополнительных кармашков, ни сбоку, нигде. А, нет, есть один вот такой кармашек, но не на змейке обычный, да? Темная подкладка и больше нигде нет никаких кармашков. И ручка регулируется. Все, мои хорошие, вот такие были покупочки с сайта Joom. Я безумно довольна всем, прям нареканий ни к чему нет. Я еще много сделала заказов с этого сайта. Все пришло вовремя. Кстати, первые пришли, это вот эти брюки, просто, номер один, сразу пришли. Вот эти покупки, которые все у меня пришли, одни из первых. Помады, вот эти шапочки, да, батарейки, футболки. Да, одни из первых пришли и достаточно быстро. И месяца не прошло. Я все следила на сайте, и каждый раз мне приходили смс-ки, что вы уже можете приходить в пункт выдачи, и все вам пришло. Я приходила в пункт выдачи, и все было на месте, все отслеживаемое, все супер. Кстати, знаете, что еще на сайте Joom есть? Я недавно узнала, что это не просто, оказывается, магазин, да? Мало того, что там можно оставлять свои отзывы, вы это знаете, да? Но еще Joom, он позиционируется как такая соцсеть. Там можно подписываться друг на друга. Также можно, если вы на кого-то подписаны и увидели, что кто-то эту покупочку взял, что-то, что вам нравится, написал свой отзыв, вы можете этому человеку написать даже через месяц, через два, и спросить у него, как она в работе, и он вам ответит. То есть это такая соцсеть даже, то есть Joom берет больше. Мало того, что там вообще под каждыми товарами есть отзывы, это очень удобно, прежде чем что-то брать. Я всегда смотрела отзывы, хорошее и плохое, так как будет идти далеко, да? Хоть и стоит небольших денег, да, но тем не менее хочется знать, что за товар ты берешь. Можно также написать и спросить, насколько хорошо теперь, да, в употреблении. В общем, такой оказывается удобный магазин, а я и не знала. Теперь знаете и вы. И, кстати, напишите, знали вы или нет, что можно через время написать человеку и спросить, как товар был в употреблении. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, мое видео вам понравилось, было интересно и полезно, вы что-то интересненькое для себя нашли. Все ссылки на все товары я оставлю под видео. Проходите, смотрите, цены низкие, приходит все быстро, все отслеживается, все супер. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok